Видео Ланы Дона Йортьяс. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вот и наступил новый 2024 год. Желаем всем здоровья, счастья, благополучия в семье. Семья – это главная ячейка общества. Этот год президентом России Владимиром Путиным объявлен стране годом семьи. На Ямале особое внимание уделяется крепкому браку и развитию региона как лучшей территории детства. Ямал относится к регионам с высоким уровнем рождаемости. В прошлом году в округе родились более 5000 детей. Сегодня здесь проживает более 16 тысяч многодетных семей, которые могут воспользоваться частично возмещением на оздоровление многодетных семей, могут рассчитывать на выплату за жилищно-коммунальные услуги, приобрести льготные билеты для детей. В регионе один из самых больших в России материнских капиталов. Он выдается не только при рождении третьего, но и всех последующих детей. В прошлом году три ямальские семьи получили государственные награды. Многодетная семья Вакуевых из Котровожа получила медаль Ордена Родительская Слава за заслуги в укреплении Института Семьи и Воспитании Детей. Медаль Ордена Родительская Слава награждена семья Вакуевых, Геннадия Даниловича и Светлана Николаевна, Приуральский район. Геннадий Данилович и Светлана Николаевна воспитывают шестерых детей, в семье три девочки и три мальчика. Оба родителя родились на севере в многодетных семьях потомственных рыбаков. Они не мыслят свою жизнь без весенней охоты и рыбалки, приобщают к этим занятиям всех детей. В семье особенно берегут традиции и обычаи народов Куми и Ханды, знают и поют песни на родном языке, владеют мастерством изготовления традиционной национальной одежды. Я всегда мечтала в юности, что у меня должна быть большая, дружная семья, и чтобы дети были необычные. Не знаю, эта мечта, наверное, моя сбылась. Одной из обладательниц медали «Материнская слава Ямала» стала Ольга Харатетта из Салехарда. Семейная подготовка к мастер-классу по изготовлению национальных кукол для предстоящей выставки. За одним столом большая семья Харатетта. Ольга и Владимир сами выросли в многодетных семьях, поэтому точно знали, что на одном ребенке не остановится. Это получается раз в четверо детей. С первым тренируешься, ты уже планируешь, как куда что дать, потом уже второй ребенок, ага, уже планируешь, кто куда будет ходить. Вот как у меня Супак сказал, все запланировано по времени. Табличка у меня даже есть, по которой мы подписываем, кто куда ходит, чтобы было понятно. В семье смешались хантыйские, ненецкие и русские корни. Три дочери и сын. А еще приютили кота и собаку. Большая семья успевает сохранить традиции своих предков и заниматься спортом. Все имеют серебряные значки ГТО. А еще их объединяет одно огромное чувство. Мама находится в самом сердце, потому что она тебя воспитала, поставила на ноги, сделала из тебя человека. О, я люблю маму, потому что она вкусно готовит. Наши мамочки красивые, наши мамочки любимые. Мы любим всей душой, всей семьей нашей большой. Я открою вам секрет. Лучше мамы в мире нет. Согревает всю планету наших мам любовь и свет. На награждение ямальских мам Харатетто пришли всей семьей. Я желаю нашим ямальским мамам, которые решились на такой большой серьезный шаг, терпение, взаимопонимание, уважение, чтобы была поддержка супруга обязательно, родителей. А после большого торжества еще одно важное событие. Выставка в музее, где Ольга учится лихарцев мастерить национальных кукол. Говорит, успевать все ей помогает ее дружная семья. Золотая семья Ямала-2023. Такого звания и премии от губернатора Ямала удостоились супруги Александр Иванович и Фаина Ивановна Коневы из Васихова. Свадьба – важное событие в жизни человека. Этот день наполнен счастьем и радостью, когда рядом родные и друзья. А мама, давай вот этот просто сверху поделай. В этом году отметили свой золотой юбилей Фаина Ивановна и Александр Иванович из села Васихова. С этой датой их поздравили руководство района, дети, родные и друзья. Фаина Ивановна и Александр Иванович вырастили четверых детей. Есть внуки и правнуки. Супруги проработали в культуре 41 год. Сегодня они находятся на заслуженном отдыхе. Так что вот у Тани трое детей, у Вали двое, у Люды двое. Так что у нас семь внуков. Девять внуков. Из них одна правнучка и один правнук. Вот так правильно выглядит. Вообще богатые, я вообще добавлен. После окончания школы Александр Иванович поступил в культпросветучилище в Салехарде, где учился игре на баяне. В училище он встретил Фаину Ивановну, с которой всегда рядом и дома, и на работе. В 1972 году закончил учебу и получил должность работника клуба – баяниста, руководителя самодеятельного духового оркестра. Вначале его направили на работу в село Авгорд художественным руководителем в клуб. Через год забрали в армию. До 1975 года служил в Хакасии. Жена его ждала. После армии семья возвращается в Асихова. Братцы, это семья. Семья – это то, что с тобой всегда... Гордость. Гордость – дети. У нас три девочки. Парня у нас уже нету 21 год. Было бы 41. Но беда не обошла их стороной. Супруги потеряли единственного взрослого сына. Он до армии поступил в академию. Семью сельскохозяйственную, но сам не спрашивая, ушел в армию, отслужил. И после службы все мне говорил. Да я еще обратно устроюсь, я еще обратно устроюсь. Но так получилось, что у него семьи так и не было. Он талантливый был очень даже. Может быть, из всех четырех он был самый талантливый. Он играл на гитаре очень хорошо. Пел он очень хорошо. Начинал на баяне. Он на баяне-то как бы не играет, как папа. Но он знает это все равно, как бы умел вот это все. С 2008 года Александр Иванович был методистом по коми-фольклору. После концертмейстером. С февраля 2015 года аккомпаниатором Васиховского Дома культуры. Много лет в Доме культуры работала детская группа «Зыряночка», которая была известна и за пределами округа. Жизнь в селе требует много работы по дому. Раньше супруги держали корову и лошадь. Нужно было косить сено, носить воду, управляться с хозяйством. Нам надо постоянно что-то делать. Воду привезти, снег убрать. Утром выйдешь – пурга, снова надо чистить. Сейчас хоть центральную дорогу стали трактором прочищать. Раз в неделю воду надо привезти. А раньше – через день возили. Корову держали. Лошадь-то ладно, к проруби водил. Когда было сильно холодно или пурга, дома поил. Корову надо теплой водой поить. Но некоторые приручали к холодной воде. Лошадь надо поить холодной водой. Корове надо обязательно хлеб покрошить. Лошадь-то. В этом году я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Погодите же, росли, 10 лет коровы держали. Я и говорю, это не было. А как? Коза откатилась, как говорится. Козы приняли. Они принимали. Корова отелилась. Звонят мне. Мы как раз мужах на собрании. Корова отелилась. Люда до сих пор вспоминает, как последовательно вытаскивали людей, чтобы она не съела вообще. Я никогда не чувствовала, что я не нужна. То есть в любой ситуации, даже когда я чувствовала, что я виновата, вот я боялась об этом говорить. Но как только начинала говорить, я видела, как мамины глаза, папины глаза, то есть от меня никто никогда не отворачивается. То есть наоборот, когда мне плохо, я шла к своим родителям. Исток, и на любви, и на солнце. Трудолюбие его. Я говорю, я ни разу не верю, чтобы дедушка у нас унывал. Да, бывали моменты тяжелые в жизни, но раз встрепенулся, оп, дальше. Я говорю, в своем возрасте сколько ему уже? Уже человек возрасте, а он все в лес бегает. Заядлый охотник, рыбак. По стопам деда также пошел в культуре работать. В общем, воспитание в будущем все равно сказывается. Александр Иванович и Фаина Ивановна всегда в работе. Зимой и летом ловят рыбу, ездят на охоту, собирают ягоды, козят сено. И всегда всей семьей. Александр Иванович в 1985 году организовал фольклорный коллектив «Чондыбан». Много лет руководил им. Коллектив стал визитной карточкой Шурышкарского района. Его знают и почитают в других регионах России. Любовь к песне супруги Коневы пронесли через всю жизнь. Они вместе и дома, и на работе. Один играет, другая поет. Петь? Мы всегда пели. Девочки сами хотят. Человек, если хочет петь, это неплохо. Я увольнялся. Потом снова звали на работу. Приглашали выступить на мероприятии. Шел. Чем сидеть, лучше. Так и живем. Пока сидела. Родители много трудились. Так и детей воспитали. Думаю, ответственность. Прежде всего, то, что тебе поручили, значит, это нужно сделать. Что обязательно. Вот от этого уже и как обязательность. А потом, я так считаю, что еще и добрые отношения друг к другу, к людям. А больше-то я не знаю. Трудолюбие у нас это само по себе. Вот оно подразумевалось. Это с детства. Это труд. Это великое дело. Их дети выросли на сцене. Они и сейчас семьями участвуют в различных спектаклях. У Фаины Ивановны много грамот. Выйдя на пенсию, выучилась дистанционно. На журналиста. Получила диплом. На все праздники семья собирается у родителей. Самое они, это они сами решили, как говорится, 1 января, это как закон. Что все собираются здесь. Если никто никуда не уехал, то это обязательно. Кто-то остается, все равно приходят. Все равно. Это все. Это как закон. Самое дорогое для человека – его семья. Супруги часто вспоминают счастливые моменты совместной жизни. И очень-очень я запомнила и поняла, что действительно он меня любит. Когда он с практики вернулся, на третьем курсе-то ты приехал. И как он меня схватил вообще. Как это… Это был, да, счастливый момент. Самый-самый такой. Александр Иванович и Фаина Ивановна активно принимают участие в мероприятиях села и района. Любовь к песне к своей родине супруги передают детям, внукам и правнукам. Мы поздравляем супругов с высоким званием «Золотая семья Ямала-2023». С 50-летним юбилеем совместной жизни желаем им здоровья, счастья, любви и творческих успехов. Семьи тундровиков получают чумовой капитал за третьего и каждого последующего ребенка. Этот комплект необходим для сбора национального жилища. Нюки, шесты, доски, нарты. Кроме того, северянам полагаются ежемесячные кочевые выплаты. В комплекте все необходимое для кочевой жизни. Молодая семья из Харампурской тундры получила чумовой капитал. Василий и Анна Айваседа воспитывают четырех детей. Супруги занимаются традиционными видами промысла. Тундровики вошли в список 28 пуровчан, которые в этом году получают комплекты для чума. Мы приехали с озера Ваинто. У нас четверо детей. Мы сегодня получили две нарты, брезенты, полы. Получили жерди для чума. Нарты очень прочные, прослужат очень долго. Это хорошая мера поддержки. Приедем на место, поставим чум. Чумовой капитал – уникальная мера поддержки, которая реализуется только в одном регионе страны – на Ямале. В комплект входит шесты, нюки из оленей шкуры и брезента, печь, доски для пола, две нарты. За три года в Пуровском районе чумовой капитал выделили 60 молодым семьям. Кроме этого, тундровики получают и товар на материальные ценности. В список включены 23 наименования товаров. В этом году все материальные средства для тундровиков приобретены в полном объеме. Выданы гражданам, проживающим в Харампуровской тундре, в поселке Ханымей, город Муравленко, Халисовая и Самбург. На Ямале по инициативе губернатора округа принята и успешно действует дорожная карта мер поддержки коренных малочисленных народов Севера. В нее включены мероприятия по социально-экономическому развитию коренных ямальцев. Меры поддержки затрагивают все сферы жизни, в том числе обеспечение доступности образования, медицинского обслуживания и занятости кочевого населения. По медицинскому обслуживанию у нас тоже уже работа идет совместно с Таркасалинской центральной районной больницей. У нас ежегодно осуществляются выезды именно в стойбище тундровиков для проведения вакцинаций, осмотров, по содействию трудозанятости. Выпускникам оказывается содействие для того, чтобы они могли найти работу, не остаться без работы. Это тоже дорожная карта у нас есть. В Пуровском районе около 5,5 тысяч коренных малочисленных народов Севера. 2700 из них ведут кочевой образ жизни. Обширный комплекс мер поддержки помогает сохранить традиционные промыслы и самобытную культуру малых этносов. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил 2024 год на Ямале годом детства. Руководство округа прилагает большие усилия, чтобы создать на Ямале лучшую территорию детства. Строятся новые школы, кванториумы, площадки, где дети и подростки изучают новейшие технологии, спортивные объекты. Модернизируются детские школы искусств и библиотеки. Спасибо за тот пример, который вы подаете всем нам. И как каждая мать хочет дать все лучшее своему ребенку, так и мы в масштабах нашего Ямала приняли решение, что мы станем лучшей территорией для детства. Это сложный путь, как и ребенка воспитать огромный труд, так и нам на северной, на суровой земле стать по-честному одной из лучших территорий для маленьких Ямальцев. Это не простая задача, но мы в этом пути будем идти уверены. Мы видим, как строятся наши главные объекты для детей, детские сады, школы, спортивные центры. Уже многое сделано. Дальше мы будем лишь только продолжать, чтобы на самых маленьких наших Ямальцев были созданы все необходимые условия. Спасибо вам за ваш пример и всего самого доброго вашего семья. Наша программа подошла к концу. Мы еще раз поздравляем всех с Новым годом. Желаем побольше улыбок, душевного тепла и домашнего уюта в наступившем году. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!